здарова братва всем привет так сегодня у нас извиняюсь кстати за если горизонт немного криво потому что держатель на лоба ухи сломался разбила его немножко сегодня любительски познавательное видео как сделать ветер то есть не природный ветер а так сказать звуковое давление как вы любите эти видео где хайр-трики у девушек волосы трясутся пакетики летают и так далее так что сейчас разберемся примерно на моем опыте на моем мнении как сделать хайр-трик так самое первое хайр-трики неважно какой у вас сабвуфер двенашка либо 2 двенашки либо 2 пятнашки самое главное это усилитель ну то есть как можно больше мощи и как можно больше питания я даже на питании бы более остановился что нужно как минимум не знаю как минимум что самое оптимальное самое доступное будет это лиди титанат на это следующей серии лиди титанат хотя бы для ампер 30 и в принципе 12 трека вы сможете снять отличного хайр-трика даже со средней двенашки я думаю ну не с мачете конечно спорт но что-нибудь пободрее чего-нибудь bb12 или что-то такое думаю ветер должен получиться но а так помимо мощности питания советую все-таки площадь диффузора без площади никуда то есть это если бюджет маленький то берем если влезают 8 наху как минимум если бюджет более побольше то можно взять две пятнахи там будет и площадь большие моторы лучше но и питание надо больше и соответственно усиление усилителя и мощности надо больше усилителя мощного усилителя надо больше а то и мост лучше так ну чё главное решает решает даже я скажу по своему опыту что не настройка настройка оптимальная настройка для хайр-трика я считаю это 33 37 это идеальная полка для хайр-трика то есть берем трек какой-нибудь 34 37 и на нем валим далее трек должен быть более синусоидным это если у вас питание позволяет если питание не позволяю то есть не мало питания то синусоиды треки вам точно не подойдут потому что сразу как начнется трек у вас сразу пойдет большой просад и принципе на этом ваша музыка и закончится дали далее уже будут вонять сабы и скорее всего катушка ляжет если будете долго в таком режиме так ну далее так сейчас я сказал площадь то есть желательно самое первое это питание это вообще голова всего далее площадь настройка ну и трек трек тоже играют очень большую роль то есть если у вас нету питания можете взять какой-то трек с провалами то есть у вас будет шевелиться волосы но с небольшими провалами то есть чтобы немного могли аккумуляторы генератора чухаться в этот в промежуток трека и подзарядиться если вы чисто сразу и банете синус это ничего хорошего от этого не будет так ну и подборка трека как это уже заведено где-то свою тестовую тряпочку вчера по не потерял вот мы так скажем тестовая тряпочка ну не то что тестовая какая-то валялась так она мне и стала тестовать для теста трека у нас подойдет салфановый пакетик размер пакетика я скажу зависит от мощности и площади вашего сабвуфера то есть если у вас одна двенашка и слабый усилитель то такой пакета думаю нету смысла брать так как он но он тупо не поднимется никого не хватит мощности поднять его далее если уже более вы продвинутый пользователь можете использовать тряпочку так вот такую вот тряпочку какую-нибудь и уложим ее уложим ее вот на это место так как зачастую тряпочка основном летают в этом в этом месте если у вас уже более большая площадь или стена или еще что там нужно объяснять у кого стена не на ничего думаю то уже будет весь проем ветра дует но в основном вот эта часть ветреная так по личному опыту по личному опыту еще скажу что не работает когда одно открытое окно то есть второе окно вот это окно когда открываем даже можно открыть дверь если более мощная система открываем дверь открываем то окно и девушка встает в то окно можно в этом смотря где у вас порт и где лучше дует это все на тестить это так не получится что приехал там из двенашки у девочки волосы же зашевелились это не это все на проверять вплоть до того что уровень уровень стекол то есть спускаете где-то ну в зависимости опять же от площади и мощности спускаете на определенный уровень стекло и смотрите как когда больше дует то есть то есть стекло у нас как получается порт что ли регулируем порт так скажем ну и все и дальше нажимаем газ две три тысячи включаем трек и поехали у нас хайр 3 вот и в принципе вся вот и в принципе вся история хайр 3 к так так и еще если у вас настройка 37 забыл такой забыл такой небольшой факт что если у вас настройка 37 не надо включать треки 28 то есть во первых у вас просад будет больше во вторых сабы себя будет чувствовать намного хуже ниже настройки короба ну и давление будет меньше соответственно ветра будет меньше то есть на настройки 37 если у вас пик 37 например вылазит самая максимальная самое максимальное звуковое давление 37 не на включать треки 28 29 они у вас не будут так играть как играя 37 37 вообще без проблем можно делать хайр 3 ки это вообще никакого вопроса это уже доказано еще с того моего инстала когда было две пятнашки ветра было достаточно много двух пятнах так ну из багажника так ну все самое главное на теперь же самое главное теперь же на все это продемонстрировать так че у нас аккумуляторы подзарядились немножко данном случае литий синтол одна секция правда пока так устанавливаем пакетик и так сейчас ветра немерено на улице так и кстати у меня настройка кто не знает кто не видел там что-то я снимал там пару про стену не помню я там говорил к настройкой пик вроде да последнее видео блоге я говорил к рез два 152 и 9 было сейчас крутил другие самые принципе не фиг выросла но и порт я поменял а с этим портом я мачете не мерил то есть средствами изначально там упал так и сейчас у меня незначительная прибавка даже за счет того что у меня при замере 13 вольт просад отличный слетий синтолос с одной секции так че еще то сказать хотел так ну и да и порт переделал меня сейчас получается нижняя камера пикуют где-то ну я так предполагаю что в обычно как пик кузова 37 поди потому что у меня полка больно там слишком большими этот минимальный спадом по 03 по 02 а вот эта часть короба ну короба стены у меня получается пикуют на 45 я когда ее закрываю у меня получается пик 37 получается надо нижнюю камеру поднять пик поднять нижней камеры то есть уменьшить порт ну длину портал уменьшить и совместить оба пика то ветра конечно будет меньше да и сейчас в принципе ну не начался приемлемо ветра так с такой мощности сколько там киловатта четыре где-то ну ладно давайте забазарил немного кто любит когда много разговариваю сейчас паровоз найду а еще если если у вас более-менее громкий фронт то советую если вы хотите сделать fire trick а питание у вас не сильно много то кроссовером порежьте пищалки повыше ну чтобы они меньше диапазон играли и середины неды короче весь все что есть из звука у вас убавьте чтобы у вас лишь и лишнюю энергию не не жрали усилители фронтальную чтобы вам максимально отдать сабвуферному звену так так вот у нас паровоз так сейчас регулятор надеюсь не забанят паровоз а 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 Продолжение следует... Магнитолу вырубило. Пионер что-то меня начинает напрягать жестко. Я понимаю, что басухи ему многовато. Короче, флешку он потерял опять подей. Да, флешку потерял. Бедняга! Бедняга, бедняга! Так, ладно, сейчас... Да, а что можно дальше продолжать? В принципе, че мозги-то? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, короче, как-то вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Максимум. На второй трек либо уже Литий сядет, либо уже завоняют сабы. А так... Так все вроде по лайту. Ну, ладно, всем, кому понравилось видео Удачи! Делайте хайр-трик! Катайте девчонок! Трясите волосы! Не знаю... Занимайтесь автозвуком! Автозвук это болезнь! Ну, ладно, всем удачи! Всем пока! Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры!